Друзья, у меня появилась свободная минутка, я решила зайти перекусить и не заодно поделиться с вами историей, которая произошла со мной сегодня, совсем недавно, по пути, по ходу моего рабочего дня. А история связанная вот с чем. Предлагаю вам ее выслушать и сделать из этого вывод, поэтому досмотрите это видео обязательно до конца. Итак, пошла я общаться с людьми, предлагать ароматы, захожу в этот торговый комплекс и тут навстречу подходит ко мне такая презентабельная женщина и в руках у нее прозрачная вазочка и в этой вазочке накручены листочки. Она мне предлагает поучаствовать в беспроигрышной лотереи. Я сразу поняла, что это представители какой-то наверняка сетевой компании и никогда не отказываюсь от таких встреч, несмотря на то, что мы можем быть даже конкурентами, но я считаю, мы как представители сетевого бизнеса должны уметь общаться с разными людьми и либо извлекать пользу из этого общения, либо быть друг другу полезным, потому что сегодня человек развивается в одной компании, а завтра он может стать вашим партнером. Все зависит от нашего результата. Ну, как, например, это было со мной, да? Так вот, я соглашаюсь принять участие в лотерее. Оказывается, что в этой лотерее нет выбор без выбора предлагается, то есть всем предлагается сделать процедуру для рук. Ну, по ходу, как она делает процедуру, она знакомится со своей линейкой продукции. У нас с девушкой завязался разговор. Она стала спрашивать, чем занимаюсь я. Я, конечно же, не стала это скрывать, чем я занимаюсь. Но здесь, в моем мнении, важно сначала выслушать информацию от того человека, да, который первый начал беседу, дабы проявить, ну, этику. В ходе мы обменялись контактами, естественно, я протестировала аромат свой, потому что на наши стандартные вопросы, пользуетесь ли вы духами, где вы их приобретаете, я получила тройное «да-да-да». Дальше было самое интересное. Подходит такая девушка со строгим видом и говорит, так, не надо тут переманивать людей из моего офиса в другую компанию. На что я мило улыбнулась, стала задавать ей вопросы, что, почему вы решили, что я переманиваюсь, спрашиваю у этой же девушки, да, которая мне делает процедуру, девушка, я вас переманивала, она мне открыто сказала «нет». Стала задавать вопросы, хотела познакомиться, узнать, кто она, что она, она высокомерно посмотрела и отошла. Ну, здесь какой момент, как я это вижу, да, есть люди, которые уже достигли какого-то ранга в компании, они держатся на эту компанию и часто они воспринимают ее не как инструмент, а как, допустим, ну, я не знаю, как вот родственника ближайшего, что ли, которому нельзя изменить, предать и так далее. И здесь произошла именно такая ситуация, и человек не разобрался, что конкретно, даже я бы на ее месте, будучи лидером, да, в какой-то компании, я бы, наоборот, узнала, что за компания, что за конкурент, да, пришел ко мне на рынок. Задала бы правильный вопрос, и, возможно, бы, как сильный лидер я позвала бы к себе в бизнес. То есть этого не произошло, а человек, наоборот, как ежик высунул иголочки и закрылся для общения. Поэтому такой вывод, и, ну, самый главный мой такой маленький совет, кому он будет интересен, будьте всегда профессионалами своего дела, будьте на высоте, общайтесь с любыми людьми очень грамотно, доброжелательно, и тогда за вами потянутся люди. Я вам всем желаю удачного дня, пишите в комментариях, возможно, у вас какие-то были подобные ситуации, как вы из них выходили, и до следующих видео, всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.